Восемь вечера в Украине. На Интере время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Лысенко. И смотрите в выпуске. Чиновничьи речи, как глава одной из львовских райадминистраций, отопление в детсаду включал. Осторожно, патрульные. За что полицейские в Черновцах водителя из автомобиля через стекло вынимали? Не ищет полиция. Почему карточка экс-министра экологии Злачевского удалена из базы госрозыска? Десять лет на свалке. Волна мусорных протестов докатилась до Киевской области. Отопительный сезон в стране еще не начался, а чиновникам уже становится жарко. Некоторым из-за нервных срывов. Во Львовской области председатель одной из райадминистраций показал, как на самом деле заботиться о людях. Случайная запись. Его реакция на просьбу включить отопление в детском саду набрала больше 10 тысяч просмотров. Что же наговорил чиновник родителям, знает Далина Якушко. Такие слова услышала мама одного из малышей детского сада в Старом Селе, во Львовской области. Женщина попросила главу Пустомытовской райадминистрации Владимира Говенко включить отопление в детсаду. Чиновник просьбу внимательно выслушал и попросил подождать на линии для выяснения вопроса. Но, видимо, забыл выключить микрофон в телефоне. Теперь запись его нецензурной ругани прослушали свыше 13 тысяч человек в сети. Сегодня в детском саду тепло. Отопление включили еще на выходных, сразу после того, как разговор мамы с чиновниками попал в сеть. У нас термометр идет. Видите, 20 градусов. Добрый-добрый, посмотрите. Пожалуйста, зайдите в спальню. В спальне также есть термометр. Прошу, посмотрите и в спальне. Спросить, чем же так насолили детские сады главе Пустомытовской администрации, нам не у кого. Владимира Говенко на рабочем месте нет, а телефонные звонки он теперь игнорирует. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Реакция районного чиновника удивила не только пользователей соцсетей, но и губернатора Львовской области Олега Синютку. Ведь ему с аналогичной просьбой тоже звонили. Останется ли Владимир Говенко в теплом чиновничьем кресле или нет, пока неизвестно. Его судьбу будет решать специальная комиссия. В большинстве школ и детских садов в Львовской области отопление еще не включали. До сегодняшнего дня. После неприятного инцидента чиновники наконец вспомнили о детях и начали отопительный сезон. Под дулом автомата в Черновицкой области патрульные полиции не смогли самостоятельно разобраться с водителем и на помощь позвали вооруженного спецназовца. Что нарушил владелица в то, почему полицейским понадобилась тяжелая артиллерия и насколько законными были действия правоохранителей, выясняла Ольга Паломарюк. Все произошло в ночь на субботу в райцентре Хатина. Автомобиль 19-летнего Олега остановили патрульные из-за того, что не горели габаритные огни. Потребовали предъявить документы. Я сказал, что габарит может быть сгоранный под час езды. Я не вижу этого правопоручения. Он сказал, предъявить. Я сказал, предъявить страховку. Я сказал, что, согласно закону, я имею право не предъявлять, так как страховка предъявляется только при складении протокола или оформлении ДТП. Патрульные приказали водителю выйти из автомобиля. Он отказался. Тогда полицейские позвали на подмогу вооруженного автоматом бойца спецназа. А тот уже не церемонился. Выбил стекло в машине и силой вытащил водителя. Произошедший успел снять на мобильный пассажир, друг Олега. У пассажира, который сидел рядом с водителем 15-летнего Богдана, сахарный диабет третьей степени. Парень рассказывает, после такого стресса ему стало плохо. Но его просьбу вызвать скорую помощь полицейские проигнорировали. Я начал сказать, что мне плохо. А они в этот раз просто заливали себе что-то решали. Олег говорит, что вызвали ему скорую. То есть сначала игнорировали. Они уже увидели, что мне уже таки очень плохо. Тогда они вызвали скорую. Ребята отвезли в больницу. Там на водителя составили сразу два протокола. За неосвещенный номерной знак и неповиновение правоохранителям. Действия полицейских готовятся оспаривать юристы. Они не могли, если право застосовывать оружие, потому что загрозы полицейскому, житью или здоровью, как это опять-таки прописано в законе про полицию, загрозы полицейскому не было. Спецназовцы, которые угрожали автоматом, местные журналисты опознали бывшего сотрудника подразделения Беркут. У нас есть подтвержденная информация, что этот сотрудник полиции раньше проходил службу в так называемом подразделении Беркут. Полиция пока ситуацию не комментирует. Тем временем Олег готовит иск в суд. Будет требовать возмещения моральных и материальных убытков. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. А вот в Закарпатье, чтобы остановить автомобиль с тремя подозреваемыми во вграблении, патрульные открыли огонь. Копы, дежурившие на трассе Киевчоп, получили информацию, что в их направлении движется машина, которая проходит в оперативных сводках. По требованию патрульных водитель остановился, а вот показывать документы отказался. Вместо этого нажал на газ и едва не сбил полицейского. Тогда инспектор достал пистолет и трижды выстрелил. Одна из пуль пробила колесо. Это и помогло патрульным догнать беглецов. Мужчины бросили машину и попытались убежать, но далеко уйти им не удалось. Не могут похвастаться подобной эффективностью работы полицейские в Кропивницком. Там молодым бизнесменам, которые пострадали от мошенников, пришлось даже подать в судно следователей нацполиции. Из-за их бездеятельности. Почему судья не может или не хочет заставить полицейских выполнять их работу, выясняла Елена Брынза. Сергей Алексеенко – представитель небольшого предприятия по продаже удобрений в городе Кропивницкий. За два года фирма уже дважды пострадала от эфиристов. Заказывали товар, но после предоплаты ничего так и не получили. Ущерб составил почти полмиллиона гривен. Оба раза предприниматели обращались за помощью в полицию. Там открывали уголовное расследование. И на этом все заканчивалось. Следствие не живет ответственных заходов, которые были необходимы для того, чтобы отнайти частину товара и установить виновных людей. Два года предприниматели требуют от следователей найти аферистов. Но в ответ тишина. Нет реакции и на письменные жалобы. Если лежат бумаги перед вами, даже на заявку на ознайомление с материалами криминального проведения, ни день на какую бумагу не имеет ответственность. В прокуратуре признали, следователи бездействуют, но повлиять на них не могут никак. Двучше начиналось вопрос о протяжении следствия в данном криминальном проведении до ответственности. Однако до наших уважений притягивания следствия до дисциплинарного проведения не входит. Эти вопросы решаются главным управлением национальной полиции. Сегодня суд рассматривал иск пострадавших бизнесменов по поводу бездействия следователей. Заседание назначают уже в четвертый раз. Следователи-ответчики, как и раньше, в суд не явились. Странно повел себя и судья, который ведет это дело. Евгений Завгородний, увидев в зале журналистов, вдруг встал и бросился бежать. Вы предупреждаете, что закрытое заседание? Шаново, пояснить, пожалуйста. Пояснить странное поведение судей журналисты просят руководства Кировского суда, где рассматривается дело. Мы же не достаточно сгибнуть закону, конечно, имеете право. Проблема я не знаю в чем. Я не был в судовом заседании. Через полчаса исполняющий обязанности главы суда все-таки уговаривает судью Завгороднего вернуться в зал заседания. Но после такого шоу адвокат фирмы просит об отводе судьи. Это не то, что вообще за рамки выходят. Я не знаю. Вот сегодня вы видели, какая поведенка была у головы и что. То я надалее не знаю просто, что мне делать. Мне уже шкода того потерпелого и шкода своего властного часа. Ну а в областном управлении нацполиции комментировать бездействия своих сотрудников вообще отказались. Но подтвердили. Никто из следователей, кто вел эти дела, выговор не получил. Несмотря на указания прокуратуры. А пока молодые предприниматели через суд пытаются заставить работать полицию, их фирма оказалась на грани закрытия. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Крапивницкий. Сами же судьи пока нуждаются в защите полиции. И им разрешили в случае опасности останавливать заседание. Глава Совета Судей Валентина Симоненко сообщила, такое решение было принято 6 октября. Больше половины судов, утверждает Симоненко, без охраны. И уточняют по закону, безопасность должна обеспечить служба судебной охраны. А до ее создания бойцы нацгвардии и нацполиции. По предварительным подсчетам Валентины Симоненко, для безопасности всех судов нужно более 2000 полицейских. Но правоохранителей не хватает. Это абсолютно не значит, что суды могут зловживать таким правом. Это абсолютно не значит, что адвокаты могут использовать такие случаи для того, чтобы взрывать судовые заседания. Но ответственность за безопасность людей, которые находятся в помещениях судов, несет судовая власть. Напомню, в ночь на пятницу из канцелярии Шевченковского райсуда Харькова, здание которого осталось без охраны, неизвестные выкрали сейф с печатями и штампами. Пропажу утром обнаружила уборщица. Также по информации Совета судей, 5 октября в связи с противозаконными действиями неких общественных активистов, вынужденно приостановили свою работу Одесский апелляционный хозяйственный суд и хозяйственный суд Одесской области. Экс-министр экологии Николай Злачевский уже не в государственном розыске. Данные беглого чиновника удалили из базы МВД. В министерстве объясняют, из генпрокуратуры к ним прислали постановление об отмене госрозыска Злачевского. В ГПУ мотивируют это тем, что бывший чиновник покинул Украину, а значит смысла искать его в стране нет. Кроме того, еще 13 сентября Печерский райсуд Киева обязал генпрокуратуру прекратить розыск. Напомню, бывшего министра подозревают в отмывании денег по газовым схемам и уклонении от уплаты налогов на сумму около миллиарда гривен. В Запорожской области на взятки погорел начальник отдела одной из местных прокуратур. За 175 тысяч гривен он пообещал закрыть уголовное дело в отношении фермера, которого подозревали в самовольном захвате земельного участка. Кроме того, говорил, что снимет арест с урожая. Следователи предполагают, что такой доходный бизнес чиновник поставил на поток. Десять лет на свалке. Волна мусорных протестов докатилась до Киевской области. Жители четырех сел в пригороде столицы сегодня перекрыли въезд на городскую свалку, так называемый полигон номер пять. Чего требовали и что услышали в ответ, знает Ирина Романова. Под полигоном номер пять с самого утра собираются жители близлежащих сел. Подгорцев, Романково, Креничьи и Ходосеевки. Блокируют мусоровозам въезд на свалку. Требования у митингующих одно. Мы хотим, чтобы они его закрыли. В 2006 году в нашем селе питной воды, которая раньше была в Креницях, ее не существует, она технично. Ее питание неможливо. Также и грунт, они тоже непридатны для того, чтобы выращивать какую-то продукцию для себя. Мы сделали анализ воды. Шкодные выкиды очень превышают и аймьак, и нитрати. Закрыть свалку люди просят столичную власть уже 10 лет. Проектная потужность была его до 2001 года. И уже 15 лет полигон работает поверх лимитов. Формуются горы смяты. Если они должны постоянно прикрываться, они не прикрываются. Попередняя акция была такая же в 2006 году, когда люди прикрывали полигон. С того времени КМДА взяло на себя обязательства по закрытию полигона. С того часа фактически ничего не сделано. В воротах появляется начальник полигона, но разговора с митингующими избегает. Почему полигон воняет? Почему постоянно фильтра отработает? Почему здесь стоки? Почему отравляются озера? Что вы уходите от ответа? Вы командуете здесь? Тогда отвечайте на вопросы, которые вам задает громада. Подъезжают представители Киевспецтранса, на балансе которого находится полигон и столичная мэрия. Жители интересуются, известны, надеем, что тут может случиться экологическая катастрофа. Мы ситуацию контролируем, она нам известна, мы понимаем, что происходит. И мы знаем, как на нее отреагировать, если произойдет какая-либо назначенная падия. Амельченко, Черновецкий, Попов, все были здесь. И все говорят, потерпите еще чуть-чуть. Ну еще чуть-чуть потерпите, ну еще год-два. Да мы сейчас подправим, мы подклеим, подмажем, подправим. Мы говорим, неправильная принципиальная эксплуатация свалки. Нельзя сыпать на голову до бесконечности. Если будет закрыт этот полигон, куда будет вывозить сметан из ваших сел? Куда вывозится сметан из Ходосиевска? На сегодняшний момент это все сметан, мы принимаем вот тут, безкоштовно. На дороге к полигону выстраивается очередь из грузовиков с мусором. Пока водители ждут, чиновники уговаривают людей разблокировать въезд. В конце концов обещают, до конца года пересыплют песком седьмую часть свалки. А в следующем запустят вторую очередь очистных сооружений и начнут строительство мусороперерабатывающего завода. Полигон нужно эксплуатировать, чтобы он смог в тот час, который остался до рекультивации, безопасно выполнять свои функции. Полигон действительно уже на 90% завантажен. Поэтому сейчас остался час, чтобы, во-первых, проектировать порядок сметан из Ходосиевска. Финансирование соответствует есть. Земляная отделка селью района выделена. Жителям предлагают создать инициативную группу, которая сможет контролировать этот процесс. И подписывают письменные обязательства закрыть полигон до 1 октября 2018. Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Новость последнего часа. Вечером украинского консула Геннадия Брескаленко все же допустили к журналисту Романа Сущенко. Он, напомню, в Лефортовском СИЗО в Москве. Эта встреча первая со временем задержания нашего коллеги длилась на 3 часа. Вот что нам сообщили в украинском медиа. В язнице больше-менее задовольны. Станем на сегодня, на эту хвилину, вся информация. Разместим МЗС продолжит вживать всех возможных политико-дипломатических заходов за для звенения Романа Сущенко. Тем временем один из адвокатов Романа Сущенко прибыл в Киев. О целях своего визита и переговоров. В переговорах Николай Полозов не распространяется. Однако в интервью подробностям сообщил, единственное на сегодняшний день возможность освободить Романа – это обмен. Напомню, накануне в городе Ривне задержали агента российских спецслужб. По данным СБУ, этот человек должен был завербовать одного из старших офицеров штаба сухопутных войск вооруженных сил Украины. Его также интересовали документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно». В отношении ни одного из них нет приговора. Поэтому, по всей видимости, до приговора разговор об обмене будет заморожен. Что касается доведения дела до суда, у меня нет никаких сомнений, что Российская Федерация доведет дело Сущенко до приговора. Вряд ли это будет оправдательный приговор. Но, по крайней мере, еще ни в отношении ни одного украинского политзаключенного оправдательных приговоров не было. Украинский журналист Роман Сущенко должен быть немедленно освобожден. Так считает новый глава представительства ЕС в Украине Хюк Менгарелли. Сегодня в Киеве он дал свою первую пресс-конференцию в качестве нового главы ведомства. Менгарелли также отметил, что не может комментировать рекомендацию МИДа Украины не посещать Россию. Напомню, такой призыв в министерстве озвучили после задержания Сущенко. Мы осуждаем арест журналиста и считаем, он должен быть освобожден. Это первое. В целом, мы уверены, что представителей медиа необходимо защищать. За последние несколько месяцев в Украине были убиты два журналиста. Поэтому, считаем, их следует защищать, независимо от места и пребывания, и работы в России, Украине или других странах. Боевики начали отводить силу в станице Луганской. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Правда, отметил, террористы могут нарушить договоренности в любой момент. О тревожной ситуации в этом районе рассказывают военные. Наша съемочная группа побывала в прифронтовых городах, и вот что привезла оттуда. От станицы Луганской, по данным украинской разведки, противник тяжелую военную технику так и не отвел. Они находятся в более выгодном положении, потому что их опорные пункты, спосторяженные посты находятся на господствующих высотах. Но я могу заверить, что писька Збройных сил Украины, станицу Луганскую, не покидают. На мосту через Северский Донец, вопреки Минским соглашениям, боевики установили огневую точку. О появлении, к тому же, новой зенитной установки рассказывают мирные жители, которые приходят с той стороны. Как отведем, это откроется сразу им дорога в станицу. Тут все-таки этот спосторожный пункт очень нужен, чтобы жители сам этой станицы Луганской почували себя в безопасности. Также продолжаются вражеские обстрелы в районе Авдеевской промзоны. К ней, по информации украинских спецназовцев, подтянули батальон террористической ДНР «Сомали» и полк «Восток-2». В районе профзоны режим тиши нашими подразделами целковато зберегается. Но с боку так называемых террористов все целковато не дотримается. Режим тиши постоянно порушается. Хочу передать привет одному так называемых боевикам ГИВИ, в наших кругах, сейчас ластика, табирозе. Ребята, хватит, хватит за своими пацанами. Выходи на равный бой. Жду в промке. Волонтеры, несмотря ни на что, продолжают привозить местным детям необходимые вещи. Надежда из Киева и Виктория из Авдеевки сокрушаются. Пожертвований становится все меньше, а тут надо собрать подарки к Новому году. Новогодние игрушки, гирляндочки, елочки, теплые ботиночки, чтобы мы, вот, собственно, благодаря военным и нашим друзьям опять все это собрали и привезли, порадовали детей перед Новым годом. Это будешь плесеть такие браслетики, смотри. В Старой Авдеевке всего в нескольких километрах от промзоны, где идут бои, дети очень рады подаркам. Это у нас волонтерские, плюс остаются ж они, ну, когда-то ж мы более-менее нормально жили до настоящего момента. В следующий раз Надежда привезет теплую одежду сюда через две недели, если удастся в Киеве за это время собрать достаточно необходимых детских вещей. Геннадий Вивденко, Ярослав Кречко, Вадим Реун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. Израильские спецслужбы сейчас выясняют, откуда у террориста, накануне расстрелявшего людей в Иерусалиме, оказалось боевое оружие. Теракт произошел прямо в центре города, накануне религиозного праздника. При этом выяснилась шокирующая деталь. Террорист уже был осужден за нападение на полицейского, но суд отпустил его домой на несколько дней. Подробнее Сергей Ауслендер. Террорист убит на месте. Ранены 8 человек, двое из них чуть позже скончались. 60-летняя женщина и старшина полиции, который своим мотоциклом преградил террористу дорогу. Этот момент зафиксировал видеорегистратор другого автомобиля. В машине у преступника нашли винтовку М-16 и гранаты. Это очень серьезно, поскольку террорист применил огнестрельное оружие, поэтому так много жертв. Сейчас мы усиливаем свое присутствие в Иерусалиме, тем более в преддверии еврейских праздников. В это время мы обычно ожидаем усиления активности террористам. Убийца 39-летний араб из деревни Силуан с израильским удостоверением личности. Это значит, что за рулем автомобиля он мог спокойно передвигаться по стране. Активист Хамас был хорошо известен спецслужбам, активно занимался подстрекательством в интернете, но главное, был осужден за нападение на полицейского. В Израиле сейчас только и говорят, что о серьезном просчете судебной системы. Судебная система должна срочно пересмотреть свои правила. Этот террорист действительно был привлечен, причем неоднократно. Он был судим, он был осужден и до вынесения приговора, и начала его заключения. Судья отпустил его домой на несколько дней. Вот в эти дни он и совершил этот трагический теракт. Хамас приветствовал теракт в Иерусалиме. На улицах Газы раздавали сладости в честь очередного шахида. Нападение осудили США и Франция и оба кандидата на пост американского президента. Дом, где жил убийца, будет снесен в ближайшие дни. В деревне Силуан повальные аресты. Ищут сообщников. Следователи выясняют, как штатная армейская винтовка попала в руки террориста. Эксперты отмечают пугающие изменения в тактике террористов. От нападений одиночек с ножами, которые не могли причинить существенного ущерба, они перешли к атакам с большим количеством жертв. Иерусалимский террорист ехал вдоль дороги и поливал людей свинцом, прежде чем его настиг. В спецназ есть предположение, что Хамас сейчас активно призывает своих сторонников совершать теракты в Иерусалиме и на западном берегу, чтобы отвлечь внимание Израиля от сектора газа. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. А вот в Германии спецслужбы сработали на опережение. Там удалось предотвратить масштабный теракт и даже арестовать главного организатора. Молодого беженца из Сирии искали несколько дней и задержали этой ночью. Как это было и что планировал взорвать подозреваемый, Татьяна Лугунова подробнее. Подозреваемый арестован, спецоперация завершена. Это сообщение полиция Саксонии распространила глубокой ночью. 22-летнего сирийца Джабера Альбакра, которого подозревают в подготовке масштабного теракта, искали несколько дней. Нашли в Лейпциге благодаря наводке беженцев из Сирии. Ночью в полицию Лейпцига обратились двое сирийцев. Они рассказали, что на центральном вокзале города к ним подошел земляк и попросил помочь. Мол, тоже беженец, негде переночевать. Мужчину приютили, а позже, увидев в новостях, что гость в розыске, хозяева связали подозреваемого и позвонили в полицию. В бегах Альбакр находился с субботы под наблюдением спецслужб уже несколько месяцев. Немецкие силовики знали, что он планирует теракт. И когда подготовка была практически завершена, приняли решение об аресте. В выходные полиция обыскала его квартиру в городе Хемниц. Там была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки. Силовики задержали двоих сообщников Альбакра, но ему самому удалось сбежать и скрываться несколько дней. Подозреваемый – молодой сириец. Он прибыл в Германию несколько месяцев назад и получил статус беженца. По предварительным данным, Альбакр был связан с ИГИЛ и планировал организовать теракты в немецких аэропортах. Меры безопасности там на всякий случай усилили. А политический Берлин снова обсуждает, как усилить и улучшить проверку беженцев, которые уже прибыли и продолжают пребывать в Германию. Татьяна Угунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сегодня ушел из жизни классик мирового кино Андрей Вайда. Ему было 90. Причина смерти – легочная недостаточность. Вайда – один из выдающихся режиссеров польского кинематографа, который удостоился мирового признания. Всего за свою жизнь снял более 40 фильмов. Широкая известность к нему пришла после киноленты «Канал» о Варшавском восстании 1944 года. Фильм получил несколько премий, а также специальный приз на кинофестивале в Каннах в 1957 году. В 2000-м режиссеру вручили Оскар за вклад в развитие кинематографа. Когда и где похоронят Анджея Вайду, пока не сообщают. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Выстрел в голову. Как продвигается расследование циничного нападения на харьковского курсанта. Взрывная вечеринка. Кто подорвал гранату во время ссоры в сельском клубе в Черниговской области. Иски против переименования Кировограда в Кропивницкий начали объединять в одно дело Высший админсуд Украины. На сегодня в его канцелярии 14 жалоб от жителей города, общественных организаций и народных депутатов от оппозиционного блока. ИСЦ требует отмены постановления парламента о переименовании Кировограда. Напомним, судебные заседания продолжаются уже третий месяц, но представители Верховной Рады на них систематически не приходят. Экс-регионал Александр Ефремов останется за решеткой по крайней мере до 18 октября. Рассмотрение апелляции защиты по его делу вновь перенесли. Неделю назад рассмотрение жалобы отложили из-за болезни судьи. Теперь медвежью услугу Ефремову невольно оказали собственные же адвокаты. За три часа до начала заседания они предоставили суду дополнение к апелляционной жалобе. Суд взял время на то, чтобы ознакомиться с новыми материалами. Напомним, защита Ефремова хочет обжаловать решение Печерского суда Киева. В конце сентября там было принято решение продлить арестов Ефремова до 24 ноября. Ваша честь, я в прошлый раз приехал в полетельную сюда на заседание суда. Мне сказали, что кто-то заболел, но неделю перенесли. Я 7 дней пробовал за решеткой. Теперь я прихожу, мне опять говорят, что принесли бумагу, надо ее изучить. Давай еще 7 дней пробую за решеткой. Курсант и участник АТО Евгений Суховеев, на которого напали в Харькове, все еще без сознания. Врачи извлекли к пулю, но состояние парня тяжелое. Напомню, в минувшую среду вечером курсант военного факультета Харьковского политеха возвращался домой. Сзади к нему на велосипеде подъехал мужчина и выстрелил в затылок. Как продвигается расследование, есть ли подозреваемый, расскажет Светлана Шакера. Курсант Евгений Суховеев в пятый день в состоянии медикаментозного сна. Военные хирурги провели уже вторую операцию. Пулю извлекли дополнительным репутационным отверстием с левой стороны высочной области. И потом сделали повторную ревизию раневого канала. В настоящий момент состояние больного тяжелое, стабильное. Попытки перевести его на спонтанное дыхание пока не совсем успешны. Пуля, которую достали врачи, пока едва ли не единственная улика. В полиции ход расследования не комментируют. Военные пока сами по крупицам собирают информацию о случившемся. Известно, что нападавший проезжал мимо курсанта на велосипеде. Поравнявшись, выстрелил в затылок. Кроме того, что он был в темном одессе, в Балаклаве, ехал на велосипеде. Шукают свидетелей. Хочу обратиться к всему, кто мог увидеть этот инцидент. У кого, возможно, это осталось на камере видеорегистратора. Или камере наблюдения. Пожалуйста, обратитесь к отделу полиции. Пока не найден преступник, всех курсантов попросили соблюдать меры предосторожности. В темное время не ходить и передвигаться как минимум по двое. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Взрывная вечеринка. В Черниговской области в селе Старая Басань возле местного ночного клуба взорвалась граната. Ее использовал как весомый аргумент в споре один из участников потасовки. В результате три человека получили травмы. Взрывом повредила и припаркованную неподалеку машину. Во время драки еще один мужчина получил ножевые ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Двое в тяжелом состоянии. Подозреваемого в подрыве граната задержали. Сейчас он в СИЗО. У нас открыто криминальное проважение за статьями замах на вбивство, незаконное поводжение со зброей и выбухивкой, а также хулиганство, естественно. Сейчас проводятся следственные и другие действия правоохранцами. Вони кидали нам в ноги, получается. Я не знаю, как нам всем повезло. Все четыре, все живы. В Ривненской области очередная янтарная история. Там за нарушение правил патрульные остановили водителя Вольво, который пересек сплошную. Попросили документы для проверки, но протокол оформить не успели. Водитель тронулся с места и умчался. Через несколько минут машину догнали. В салоне были двое пассажиров. Они выскочили и бросились бежать. По дороге выбросили спортивную сумку, а во время осмотра патрульные обнаружили в ней 11 пакетов с янтарем. Всего 35 килограммов. Работники СБУ открыли уголовное производство. Заговор британских депутатов. Парламентарии возмущены самостоятельностью премьера и требуют, чтобы Тереза Мэй советовалась и прислушивалась к ним. Брексит накаляет политическую ситуацию к Соединенном Королевстве. С подробностями из Лондона Светлана Чернецкая. Слишком самостоятельное, слишком скрытное поведение британского премьера раскритиковали члены парламента. Тереза Мэй всего три месяца возглавляет страну, доставшуюся ей в очень непростое время. Выход из Евросоюза означает, что главе правительства придется принимать много сложных решений. Пересмотру подлежат сотни договоров с Европой и миром. И от действий Мэй зависит, как изменится экономика страны, а соответственно и жизнь ее граждан. И вот на пороге таких серьезных вызовов депутаты понятия не имеют, что же собирается делать премьер. Их не вовлекает в процесс подготовки к Брекситу, не посвящает ни в какие подробности. Все, что они раз за разом слышат от премьера, это ставшая уже символическая фраза «Брексит значит Брексит». В парламенте организовалась группа проевропейских депутатов, которая требует от премьера провести голосование по условиям Брексита. Сначала выслушать предложения депутатов по выходу из ЕС и только потом принимать решения. Среди недовольных парламентариев лидер либеральных демократов и бывший вице-премьер Ник Клека возглавил группу экс-лидер лейбористов Эд Милибент. Последние полтора года после проигрыша на парламентских выборах и ухода с поста главы партии он держался в стороне от большой политики. Но, похоже, уже отошел от провала и готов вернуться. Он призывает премьера уже завтра явиться в палату общин и объяснить роль парламента в процессе подготовки к Брекситу. Ключевым моментом переговоров Милибент считает доступ к общему рынку. Выход из ЕС предполагает уход из зоны свободного перемещения товаров, услуги и работ. Но Милибент призывает сохранить свободную торговлю с ЕС. Ранее с такой же просьбой выступили организации, представляющие интересы крупного британского бизнеса. В совместном обращении к правительству они предупреждают о серьезном ущербе от ухода с общего рынка. Цена продуктов может возрасти на 20%, а автомобилей на 10%. Британские продукты просто не выдержат конкуренции на рынке Европы. По сути, то, к чему призывает премьера большой бизнес и группа депутатов, уйти из Европы понарошку, только формально, сама Тереза Мэй пока не ответила ни тем, ни другим. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Евросоюз признал парламентские выборы в Грузии демократичными и соответствующими международным стандартам. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Магирини и Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йохана Сахана. По итогам выборов Брюссель готов к сотрудничеству с новым парламентом Грузии. Там уже посчитали 99,9% голосов избирателей. По данным Центра сберкома, в грузинский парламент проходят две политические силы. Правящая, грузинская мечта, которая набрала 54%, и бывшая партия Михаила Саакашвили, единое национальное движение. А вот Альянс патриотов пока под вопросом. Партии не хватает буквально 0,002 голосов, чтобы преодолеть 5% проходной барьер. Трамп сумел устоять. Этой ночью в США прошел очередной тур президентских дебатов, и большинство считало, что он проиграл вторые дебаты еще до того, как они начались. Из-за громкого скандала с вульгарными высказываниями в отношении женщин. Что позволило Трампу спасти ситуацию, и как все проходило. Дмитрий Анопченко следил за дебатами в Соединенных Штатах. Они шли на сцену с такими разными эмоциями. Хиллари буквально выпорхнула, светясь от радости. Соперник-то почти повержен. Трамп шел тяжело, словно на эшафот, улыбаясь через силу. Сделал легкое движение навстречу Клинтон. Понял, что она не подаст руки. Ньюзрум, откуда сотни журналистов следили за теледуэлью, аж вздрогнул. Явно будет буря. Ведь даже политические журналисты, которые ни одну кампанию освещали, не припомнят, когда еще такое было, чтобы участники президентских дебатов не обменялись рукопожатием. Первый вопрос был ожидаемым. Трампу пришлось попросить прощения за свои слова, пусть даже и десятилетней давности. Но мало кто ожидал, что вместо покаянной речи политик коротко извинится и сразу перейдет в наступление. Если я выиграю, я проинструктирую генерального прокурора назначить специального следователя, чтобы разобраться с вашей ситуацией, потому что никогда еще не было столько вранья и столько жульничества. Журналисты застучали по клавишам, отправляя цитату в свои редакции. Никогда еще кандидат в президенты Соединенных Штатов не говорил другому кандидату, ты будешь сидеть в тюрьме. Пресса бросилась за комментариями к представителям штабов. Сказать такое, это злоупотребление статусом кандидата. И очевидно, если бы он был в Белом доме, это было бы злоупотреблением властью. Но, к счастью, мы никогда его там не увидим, не увидим, как он извращает закон в нашей стране. Когда она сказала, боюсь даже подумать, что случится, когда вы придете к власти. И он парировал, потому что ты будешь в тюрьме. Да, она заслуживает тюрьмы. Еще одним контраргументом Трампа стали вот эти четыре женщины, сидящие на трибуне, у всех на виду. Три из них заявили, что Билл Клинтон их якобы изнасиловал, а миссис Клинтон травила. Четвертая ребенком стала жертвой сексуального насилия, а Хиллари была защитником нападавшего. Когда Трамп и со сцены об этом заговорил, кулуары снова загудели. Мол, это против правил. Да, это уже спектакль какой-то, вместо того, чтобы сфокусироваться на рабочих местах, юстиции, здравоохранении и бедности. Хиллари Клинтон на все обвинения ответила фразой подруги Мишель Обамы. Мол, чем более низок противник, тем выше ты. На этих дебатах она уже не была вежливо-снисходительной, как на первом эфире, а скорее жесткой и обличающей. Блистала эрудицией, несколько раз повторила месседж, что готова стать президентом, несколько раз открыто сказала, что ее соперник к этому не готов. Трамп противопоставлял этому несвойственное ему спокойствие и едкие фразы. Мистер Трамп достаточно дисциплинирован, чтобы быть хорошим лидером? Нет. Я буквально шокирован услышанным. Оказалось, действовать именно так порекомендовал ему новый член команды, знаменитый британец Найджел Фарадж, один из авторов Брекзита. Он сформулировал для Трампа три золотых правила. Игнорируй, Хиллари, какие бы обвинения она тебе не бросала, ни в чем не оправдывайся. И веди разговор не с соперницей и не с залом, а с людьми, сидящими перед телевизорами в своих гостиных. Простые люди чувствуют, что политическая элита, большой бизнес, все эти банкиры. Все они не представляют их интересы, живут своей жизнью и простые люди ищут чего-то другого. Может быть поэтому дебаты, которые запомнились резкими нападками и острыми пикировками и закончились вопросом одного из зрителей. А вы хоть что-то хорошее в друг друге видите? Зал рухнул от смеха. Хиллари сказала, дети у Трампа хороши. Он ответил, ценю, что Клинтон боец. На этом дебаты и закончились. И соперники впервые за этот вечер пожали друг другу руки. Как изменятся теперь рейтинги кандидатов, станет известно уже завтра-послезавтра. А пока понятно только одно. Трамп продолжит свою кампанию, которая еще сутки назад казалась просто обреченной. И впереди еще месяц гонки, за которой очень многое может случиться. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анупченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Нобелевскую премию по экономике разделили двое ученых. Американец Оливер Харт и Бенг Холмстрем из Финляндии, который сейчас работает в США. Они получили награду за вклад в теорию контрактов. В Нобелевском комитете говорят, разработки ученых важны для изучения реальных контрактов и понимания ловушек при их составлении в различных сферах от законодательства до политики. А вот Нобелевский лауреат премии мира уже придумал, на что потратить денежную часть. Об этом смотрите в нашем обзоре. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдаст свою Нобелевскую премию жертвам гражданского конфликта. Речь идет о денежной части в 930 тысяч долларов. На прошлой неделе Нобелевский комитет назвал Сантоса лауреатом премии мира, отметив его усилия, направленные на завершение конфликта между правительственными войсками леворадикальной группировкой ФАРК и преступными синдикатами. Эта война длилась более полувека, унесла почти 220 тысяч жизней. Нашествие клоунов. Ужасающий флешмоб добрался до Великобритании. За последние сутки в полицию поступило 14 сообщений об инцидентах с клоунами-убийцами. В цирковые костюмы наряжаются пранкеры, любители розыгрышей. Обычно они поджидают жертву в кустах или на стоянках. На прошлой неделе полиция в США арестовала двух 18-летних девушек, которые в образе злых клоунов гонялись за детьми. Своя ноша не тянет. В США прошел чемпионат по перетаскиванию жен. В эти выходные в штате Мэн соревновались 44 пары. По правилам мужчина с супругой на плечах должен пробежать 250 метров, одолевая преграды, барьеры из бревен, водоемы и песчаные насыпи. Выиграла местная пара. Победители получили 11 ящиков пива и 665 долларов. Пивной приз соответствует весу жены, а денежное вознаграждение в долларах превышает это число в 5 раз. Также победители представят США на подобных, но уже международных соревнованиях в Финляндии. Совет да любовь. В Китае поженились 114-летняя женщина и 71-летний мужчина. Оба живут в доме для престарелых. Жених целый год добивался согласия невесты. Полюбил ее за доброе сердце и умение вкусно готовить. Праздник в жизни еще одной долгожительницы. 105 лет отмечает британская журналистка Клэр Холлингворд, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны. Узбекские футболисты променяли привычный газон на хлопковое поле. Игроки клуба «Андежан» помогают собирать урожай. Необычное занятие спортсменов стало поводом для издевок в сети. Блогеры пишут, что от национальной команды больше пользы на хлопковых плантациях, чем на футбольном поле. «Андежан» – клуб-аутсайдер национальной лиги. Большой футбол в Киеве. В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Киевская Динамо» примет Лиссабонскую Бенфику. Игра состоится в среду, 19 октября, на НСК «Олимпийский». Чего ждут от любимого клуба болельщики и как они оценивают шансы киевлян на победу, узнавала Наталья Савченко. Матч против чемпиона Португалии станет для подопечных Сергея Реброва третьим на групповом этапе розыгрыша нынешней Лиги чемпионов. В первой игре киевляне уступили дома итальянскому Наполе 1-2. Во втором туре поделили очки на выезде с турецким Бешикташем 1-1. Перед очной встречей с португальцами динамовцы занимают в турнирной таблице группы «Б» третье место. Бенфика – четвертое. Для чемпиона Украины игра будет нелегкой, уверен фанат со стажем Виталий. Своих готовится поддерживать на трибуне. «Пройти из группы. Мы должны проходить. Все-таки я думаю, что такая группа, которая равная соперники, но все равно шансы у нас должны быть большие». За 9 дней до большого футбола аншлага указ нет. Тут, говорят, ждут болельщиков ближе к 19 октября. Но даже в разгар рабочего дня кассиры не сидят без дела. На матч «Динамо» и «Бенфики» уже выкупили около 27 тысяч билетов. Иван ходит на все домашние игры чемпионов Украины, поэтому пришел заранее, чтобы выбрать лучшие места. Последние игры «Динамо Киев» показывают сумасшедший результат. А «Бенфике» будет тяжело, потому что будет холодно. Это все-таки Португалия. В Португалии не привыкли к такой погоде. Поторопиться с покупкой билетов рекомендуют и в самом клубе «Динамо». В кассы приезжать не обязательно. Билеты продают в интернете, на официальном сайте. Пока выбрать есть из чего. Цены от 150 гривен до 1500. Есть квитки, есть квитки разных категорий, ценовых. И я думаю, что уже на наступном тижне будет проблематично взять те квитки, которые человек хочет. Букмекеры утверждают, что шансы на победу у команд почти равны. Хотя небольшой перевес все же у хозяев поля. Тем более этот матч для «Динамо» будет юбилейным. Сотым на НСК Олимпийском после реконструкции. Наталья Савченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал «Интер». Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на «Интере». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова